Экологически вредна и незаконна. В Ненисском округе объявлен конкурс на разработку проектной документации по рекультивации свалки твердых коммунальных отходов в поселке Искателей. Работы будут финансироваться из окружного бюджета. О подробностях важного проекта в репортаже Тимофея Жукова. По документам полигон, а на деле незаконная свалка. По соседству поселок и река Печора. В августе прошлого года Искательская свалка напомнила о себе. Пожар тушили всеми силами почти 10 дней с использованием спецтехники, экскаватора и МЧС. Затем городской суд потребовал прекратить эксплуатацию полигона. У нас по решению суда было то, что рекультивируют свалку до сентября, например, или в сентябре этого года. Я знаю, что деньги были заложены департаментом по экологии. 7 миллионов. Сейчас там будет разыгрываться, конкурс проводится и будет, так сказать, начало рекультивации. На рекультивацию неприглядного для экологии объекта из бюджета округа выделено 7 миллионов рублей. В конкурсе смогут принять участие представители малого бизнеса и социально ориентированные некоммерческие организации. Вредный объект уже полгода под пристальным вниманием Общероссийского народного фронта. Мы надеемся, что проект рекультивации свалки в Искателе будет разработан, во-первых, в нужные сроки, в те, которые будут заявлены. Что работы будут проведены качественно и что после его разработки наступит следующая стадия, а именно рекультивация свалки в поселке Искателе. Но это невозможно без, конечно, составления проекта. И то, что этап начался, то, что окружные власти выделили на это финансирование, это на самом деле очень здорово. Это большое движение вперед. Не секрет, свалка в поселке Искателе не раз выручала город в период сильного половодия, когда большая вода топила дорожное полотно на городской полигон. Прекрасные жители знают и города, и поселка. Например, когда поводок, там же дорога заливается, например, возили сюда поселок. Это как резервный полигон. Поэтому вопрос, он все равно остается сегодня или завтра, этот вопрос все равно надо будет решать. С 1983 года на объекте скопилось свыше 400 тысяч кубометров бытовых отходов. Класс опасности пятый. Общая площадь нелегального полигона составляет свыше 240 тысяч квадратных метров. А в ряде мест высота мусора более 7 метров. Это один из объектов, который внесен в наш проект «Карта свалок». Это проект, который у нас постоянно меняется, появляются все новые и новые объекты. В настоящее время их около 200. Это мест, которые замусорены на территории нашего округа. Наверное, после того, как снег растает, их будет гораздо больше. Вот сейчас буквально у нас прибавилось много объектов, которые связаны с георгоразведкой. Находим новые буровые возле старых, которые уже отмечены на карте свалок. И, в принципе, все вопросы эти держим на контроле. Потому что нужно добиваться того, чтобы тот мусор, который есть на территории нашего округа, он в конечном итоге был убран. Похожей истории с запахом в искателях скоро придет конец. И опасный объект, которого нет даже в госреестре, будет все-таки рекультивирован. Тимофей Жуков, Антон Водряков, Дмитрий Лукевич, Челеканал «Север».